Ну что, дожидаемся в Эйка и Лапу и можно приступать уже непосредственно к второй карте. Так. У нас тем временем 214 человек на прямой трансляции. Ребят, всем привет! На связи Arena for Game, бегаем в Point Blank. Встречается два коллектива, коллектив Workzone против коллектива Literate. Первую карту отыграли со счетом 10-7 в пользу Literate. И сейчас будут отыгрывать вторую карту. Карта наблюдательный пост, но посмотрим, какой счет будет в этот раз у ребят. И мы начинаем. Прогружаемся потихоньку да помаленьку. Отлично. Все прогрузились. Ну что ж, куда забросить свой вектор атаки? Коллектив Workzone на данный момент. Ребята работают у нас через middle, а там NBK очень неплохо хоронит своего оппонента. Это дерзкий бауэр моментальный размен. NBK просто включает свою машину для убийства. Хоронит одного NBK. Серьезно, третьего с ножа просто укладывает на лопатки. И в райд остается соло. Но, собственно, работает на рекламе. Удается у него все-таки подловить NBK. И здесь System все-таки успел его прочекать. Это первый раунд за коллективом Literate. Но очень уверенный раунд от NBK. Трипл килл успел оформить. Ну, молодцом. Так. NBK вновь делает опен фраг по бауэру. Но очень агрессивно отыгрывает этот парень на карте. Но, не знаю, не знаю, если он будет продолжать в том же духе. Уже дабл, трипл килл. Второй раунд подряд. Серьезно, остановите этого парня. Квадрокилл. Что вообще происходит? And this is NBK. Так скажем, мы его бы озвучили в баскетболе где-нибудь. Ну, а у нас просто это NBK. Это NBK. Ну, и, собственно говоря, NBK пока что крошит лица своим оппонентам. Вообще, без каких-либо шансов. И здесь ворк-зону выглядит матчиками для битья. Нужно им срочно подсобраться, если хотят бороться. Здесь NBK уже двойку прожал. И проблемки у товарища Троицкого могут возникнуть у нас. Ну, и посмотрим. Все-таки уже защемили просто свои респежи. Друг в друга стреляет Райта компания. Говорит, давай уже что-нибудь делай. Ты первый открываешь. Нет, ты первый открываешь. Да кто на первый открывает у нас? Говорит капитан. Ну, и решили просто под Хаешки наконец-то залетать. И вот первый Хаешки увенчал с успехом. Минус Вейк. Там же на лане как дома начинает протреливать у нас дверь. Ну, и там Клач неплохо забирает по джиме системы. Но на лане как дома еще жив. А это значит, что гроза команды ворк-зон еще не утихла. Ну, что же, здесь NBK. В два офиса у нас находится. Ведет активная перестрелка с дерзким бластером. И здесь просто дерзкий его уволил. Ну, что же, у нас 2-1 наконец-то сравняли ситуацию. Ворк-зоны. Что же будет в четвертом раунде у нас? Посмотрим прямо сейчас. Ну, по-любому, откиды Хаешек будут сейчас на Т-спаун. Снова поджимы. Да, систем снова аркадит. А нет. Прошу заметить, что систем у нас не аркадит. А в это время занимают. Постепенно. Постепенно занимают ворк-зоны. Аркаду. Ну, и просто ланя как дома через дверь прошивает. С первых винтов у нас своего оппонента в райто. И проблемки снова у ворк-зонов. Хорошая позиция сейчас у НБК. Хорошая позиция у Уэйка. Ну, и на лане как дома еще забирают дерзкого с прогрена. Господи, что происходит сейчас с командой ворк-зон? Только бластер просыпается, делает фраг. Панал, а не как дома. И поджим воды также имеется в лице система. Ну, и ворк-зоны остаются вдвоем. Минус бластер. И сейчас не самые радужные перспективы для ВЗ-шек. Ну, и в спину просто выходит НБК. Карает клатча. Моментально в голову. И Бауэр. Бедный Бауэр один остается. НБК вместе с системом в связочке хоронит данного оппонента. Ну, а в частности, систем его убивает. И это 3-1. Очень уверенная отыгровка на обороне сейчас от коллектива Литерейт. И просто теряется ворк-зон. И не могут понять, что же им делать, куда им идти, зачем бежать. Но есть активная работа все-таки сейчас на мидл. Очень агрессивно отыгрывает дерзкий. Находит опентрак в лице явного НВП своей команды. Также оформляет дабл-килл на лане как дома. Ну, и, собственно, бластер подключается к этой перестрелке. Очень уверенная работа сейчас от коллектива ворк-зон на мидл. Молодцы ребята. Дерзкий оформил трипл-килл. Также отбрасывает хаешку. И Лапа остался соло против троих. Только вот дерзкий и клатч довольно-таки шитые. И бластер фуловый. Но Лапа сейчас может попасться в ловушечку. Нет, все-таки принимает решение уходить на КТ-спаун. Ну, посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Дерзкий испалил все-таки свое местоположение. Ну, и прочекать должен был Лапа сейчас. Куда же уходит один из игроков коллектива ворк-зоны. Упал, упал на воду класть. Что вообще происходит? Как он прошел мимо бластера? Не зачекал, непонятно. Но, тем не менее, второй раунд улетел к ворк-зонам. Так, ну что же. ВЗ-шки чуть-чуть вроде подсобрались. И на самом деле вот эта эйфория команда Литер-Эк может быть вполне наказуема. Если они сейчас еще раз так проаркатят и неудачно, то ВЗ-шки могут здесь неплохо даже рассчитывать на первую половину. Хотя бы даже на 4 раунда. Двоечку уже у них имеется. И вот клач 22 хп остается у него с прогрена Уэйка. Прогрен полетел от клачи в ответ, но никого он не зацепил. Ну, кстати, у Уэйка нет. Уэйка он зацепил. У Уэйка 3 хп остается. Но Уэйк все-таки забирает к родного клачи. Свой профит в раунд Уэйкич уже у нас внес. Ну и теперь говорит, пацаны, я Рыдовый. Я не моя, моя хата с краю. Давайте, дерзайте. Я вам сделал лопан фраг. Но НБК как раз таки подхватывает данную эстапету от своего тиммейта. Ну и Дерзкий здесь также не остается в стороне. Делает минус по Уэйкичу. Уэйкич был красный. Это значит, что остальные все ребята, в принципе, фуловые. Систем забирает бластеры. НБК. НБК. И перестрелка с Дерзким на Мизону. Здесь еще и в Райт помогает своему тиммейту. Отличная сейчас комбинушка была от этих парней. Ну и на Лане как дома. Чекает прожим. Медла чекает. На слух, так скажем, железо у нас. Ну и Дерзкий пока что играет вэри-вэри пассивно. Ну и Систем. Здесь будет его поджидать. Ну и здесь постепенно в Райт также смещается. В аквариум. Ну и нужно здесь Систему жить, жить, жить. Иначе может подвести свою команду. Просто нужно давать информацию свою и не погибать. Ну а здесь придется самим уже как бы... Как бы и не хотел с Воркзоном, но выходить на какую-то импозицию. Но Ланг как дома не дожидается этого. И сам идет в аркаду, забирает в Райты. И Дерзкий 23% здоровья. Остается у него. Он играет 1-3. И здесь шансов, так скажем, действительно маловато. 6 хп остается у Дерзкого. Ну не знаю, Дерзкий. Давай, показывай свою Дерзость. Выходи на мужика, давай. Давай на мужика, Дерзкий. Но нет, Дерзкий мужика не идет. Но Ланг как дома его просто забирает. 4-2. Неплохо. Если сейчас коллектив Литерейт отыграет еще хотя бы парочку раундов в свою копилку, то вторая половина матча обещает быть у нас очень подной. И там коллектив воркзоны будут драться просто за каждый сантиметр игровой площадки. Ну и от Райта залетает уже опенфрак по Вейку. Систом моментальный размен с кольта. Неплохо. Но посмотрим, что будет далее. Бластер откидывает хаешки на мидл. Тем временем есть проклад через воду. Там у нас уже Бауэр поднимается по винтам. А винты никто не чекает. Ребята просто отпустили позиции меда и ушли каждый. Разделились, в общем. Двое под бетой, двое под альфой. Молодцы. Ну посмотрим, что им даст эта тактика. Пока что воркзоны в растерянности. Куда идти, куда бежать, что делать. Но здесь на лане как дома находит минус в лице Бауэра. И уже воркзоны отыгрывают в меньшинстве. У клача довольно-таки неплохая позиция. По нему нет пока что никакой информации. Но с учетом того, как он агрессивно отыгрывает с нее, скоро инфа по нему появится. Здесь на лане как дома все-таки поджимает миддл. Есть перестрелка, но бластер моментально его отключает из этого раунда. Дерзкий. Неплохой минус по систему в офисе. Ну и собственно альфа сейчас открыта. НБК пытался на агрессии отыграть. Забрал бластера, но получил моментально по шапке от клача. Лапа дропается на воду. Никто это передвижение не прочекал. Сейчас от воркзонов ноплэнт уже под альфой. И он установлен. Клач стянулся через рекламу под офис. И лапа не самый лучший вариант с лашками на длине воевать. Но да, все-таки получает свинец от дерзкого. И третий раунд в копилке воркзонов. Начало миссии. Успешная, так скажем, майна для него была. Не увечался на победы. Ну и лапа здесь один просто в когтях. Бластер Юрайта. Юрайт его моментально хоронит. И НБК в соляну. В соляру завози катку пацанам. Один в четыре. Давай, клач раунд. В лучших традициях НБК. Но здесь на прекрасном огоне его на самом деле встречают. И это четвертый раунд для воркзонов. И последний раунд первой половины. Очень напряженная первая половина выдается у нас. Но особенно для ворков пришлось камбэчить довольно-таки немалое количество раундов. Но посмотрим, что будет далее. Систем попытался поджать все-таки у нас рекламу. Но что-то пошло не так. Дропнулся на воду. Окей. Есть работа на миддл. Там Вейк на приеме отыгрывает довольно-таки агрессивно. Но Бауэр его за это штрафует. Систем моментальный размен от того же Бауэра. Дерзкий отыгрывает Сэшки. Откид Хаи в офис. НБК очень опасно сидит. Но и здесь Дерзкий все-таки находит минус в его лице. Ну ладно, как дома стягивается под железо. Систем разменно в райтом. Ну и пока что паритет среди игроков восстановлен. Только вот незадача. Систем родовый и клач. Какую пачку ставит по налане как дома. И Систем опять же делает размен. Довольно-таки большой КПД у этого парня в этом раунде. Но выходит на клач. А там Дерзкий. Моментально сопротив своему тиммейту. И ставит хэдшот по Систем. У Лапы остался соло против двоих игроков коллектива. Ворк зон. Ну и уже выходит на шахматы. Но здесь должен-должен клач слышать своего оппонента. Ой-ой-ой. Активный префайр залетает от Лапы. Ну и 22% на хиллбаре остается. Дерзкий принимает решение отыгрывать от офиса. 100% на его щечке. И 12% у Лапы. Лапу сейчас может спасти только хэдшот. Но посмотрим будет ли он. Пока что 92%. И Дерзкий опять же забирает своего оппонента. И приносит пятый раунд в копилку коллектива ворк зон. Ну и собственно победу на первой половине. Хотя казалось бы, да, литерейты как агрессивно начали, по сути, без шансов увольняли. А одного за другим. Ребят из ворк зонов, ну и нафиг, ворк зон. Камбэчат. Камбэчат на первой половине. Точнее за слабую сторону. Ее выигрывают 5-4. Ну и здесь на смене сторон парня может не поздоровиться. Я имею ввиду литерейтов. Потому что парни из ворк зонов. Ну я не знаю. Да, на песчанке такая же аналогичная ситуация была. Только опять же сначала доминировали у нас ворк зону Виоли 3-1. Потом как-то с горя пополам все-таки перевернули 5-4 в свою пользу. Литерейты. Дальше додавили. Ну и собственно говоря здесь, так скажем, просто повторение. Только перестановка слаганик произошла. Ну не знаю, закамбэчат ли литерейты или нет. Или же все-таки на третьей карте мы вершим победителя. Увидим прямо сейчас. Так, ну что. Прогружаемся потихоньку. Отлично. Все прогрузились. И сейчас посмотрим куда же направят свой вектор атаки коллектив Литерейт. Как парни будут действовать. Но от Вейка уже есть агрессивная работа. Врайт откидывает ХАЕ. Забирает лапу. Ну что ж, опенфраг уже имеется. Это довольно-таки неплохо для коллектива воркзон. Но также совершенно не есть комильфо для литерейтов. Клач находит минус в лице Вейка. Нбк есть размены. Неплохо оформил дабл келл на железе. На лане как дома отыгрывает очень опасно. Но и здесь Бауэр его штрафует. Также оформил дабл келл. Нбк положил троих. Ну что ж, будет ли это тимкилл в его исполнении? Зачекал Врайта. Есть перестрелка. Но не попал. Не рискует отыгрывать от того же места. Прекрасно понимает то, что Врайт сейчас будет его штрафовать. Уходит на рекламу. А здесь уже Бауэр находится под шахматами. И очень опасно сейчас работает Нбк. Может в упор на дуал выйти. Зачекал Врайта. Забросил по нему дэмэдж. Но и все-таки принимает решение стянуться обратно в Альфу. И надо ставить плейн. Забрасывает еще дамагу по Врайту. 11% здоровья у Врайта остается. Ну и здесь Врайт уже принимает решение не отыгрывать агрессивно. Просто закрылся на миду. Ну ладно. Заметь, что кстати Нбк убил троих. И на райзил четвертого. И не потерял при этом ни одного процента здоровья. Да, да, очень-очень неплохо отыграл. Здесь Бауэр также по чекам уже проходит КТ-спаун. И не знаю, не знаю. Сейчас есть все шансы поставить хэдшот по Нбк. Но должен-должен Нбк слышать Врайта. А Кит Хае Врайт все-таки заходит в позиции плейнта Альфы. И здесь Бауэр теряет шапку. Да, но поставил хэдшот по Нбк. Вот если бы не Каска. Неизвестно, как бы еще закончился этот раунд. Но все-таки это 6-4. Я думаю, если бы не Каска это был бейс в исполнении у нас Нбк. Но тем не менее. Что есть, то есть. Шестой раунд в исполнении Воркзона. Браво, парни. Здесь вот неплохо на этой карте. Ну и пока что выглядит довольно-таки сверху. Несмотря на первые раунды за Диффанс. Ну, посмотрим. Литерейта. Найдут ли чем ответить своим оппонентам? Или же все-таки здесь в Соляру? Ну вот Нбк снова забирает у нас дерзкого бластера. Увольняет с этой карты Уэйкича. Я нахожусь на втором месте у команды. Неплохо. Но они как дом находят клачи. А здесь Бауэр идет прожевать. Но Нбк здесь по сути погибает. Скорее всего даже 100%. Да, Бауэр делает еще. Два фрага. Ну и собственно говоря, этот парняга просто... Режет без ножа. Жарит без масла. Просто суровый Бауэр. Ну и Бауэр может еще третий минус оформить у нас. Но нет. Здесь подбирает врать. Уже полумертвого на лане как дома. И это 7-4. Некое ощущение джавю у нас сейчас проходит на этой карте. Только на предыдущей именно так же отыгрывали литерейта. А сейчас очень уверенно идут воркзоны. Ну что ж, есть работа у нас на мидл. Здесь Нбк откидывает хае. Но мидл контролит только дерзкий. Почему ребята настолько ослабили эту позицию, неизвестно. А вот бету укрепили. Также клатч поджал на стэшку. Но здесь на рекламе сидит. Пока что ребята откидывают хаешку в офис. И вейк очень рискует отпасть, если пойдет все-таки через рекламу. От лапы тем временем есть аркада беты. Есть минус по Бауру. Также забирает в рай. Там клатч. Исхоронит двоих. Забрасывает дэмэдж по дерзкому. И здесь оашки предательски щелкают затвором. Самый неподходящий для этого момент. Дерзкий все-таки неплохо отыгрывает под беты. Минус лапа. И позиция на карте у нас вновь 2 в 2. Дерзкий 16% здоровья. Ой-ой-ой. На лане как дома вырубает бластера. Но не успел за саппортить своему тиммейту. Но что теперь по делу. 16% на хилбаре. И систем моментально его отстреливает с плентап. Беты. Причем что от того систем не ожидал? Сам не ожидал? Просто такой типо на страйке отстрелил. А чего? А он рыдовый был. Ну что, 7-5. В принципе, шанс на взятие какой? Какой-то, не знаю. Какой-то, как я сказал. Шанс на взятие половины есть. Но здесь что? Господи. Какой неудачный дроп от лапы. 51 хп на себя оставляет. Эх, какой-то суицидник Константин у нас. Есть занятие воды. Лапа, в принципе, там должен выносить какой-то профит из этого поджима. Но, кстати, лапы-то здесь и не прочекали. И это может стать роковой ошибкой для команды Warwick Zone. Если он сейчас зайдет дерзкому в спину, ой, как будет больно этому товарищу. И так происходит. Лапы не прочекали. Воду отпустили. Вот вам и профит. Дабл килл. А, кстати, Даграчева, трипл килл. Костик in the house. Костик в здании. Бэнк, 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 бэнк. Как бы спел Юрий Хованский. Но спел это Герман Громов. И это 7-6. Ну что ж, небольшим камбэком сейчас попахивает от коллектива Литерейт. Ребята очень уверенно забирают два раунда к ряду в свою копилку. Но посмотрим, смогут ли они сравнять паритет в счете. Или же все-таки коллектив Warwick Zone сейчас вновь оторвутся на два раунда от своих визави. Но в рай тем временем находит опенфрак в лице. На лане как дома. Лапа проходит железо. Ну а там его уже готовится контролить Бауэр. Также с уашками. И прекрасно понимает Лапа, что туда идти пока что далеко не вариант. Сейчас Бауэр должен спалить свое местоположение. Но Лапа в самый неподходящий момент отворачивается. Заход в спину. Бауэр забирает своего оппонента. Систем отыгрывает в аквариуме. Есть перестрелочка. Но пока что коллектив Литерейт не в самом лучшем положении. Систем хэдшот неплохо по Бауэру. Дерзкий. Играет с огнем. Пытается также дожать своего оппонента. Но это не самый лучший вариант. От бластера залетает минус по вейку. Есть дроп на ладу. В рай забирает все-таки Систем. И НБК остается соло. Есть перестрелка на миду. Но НБК один против четверых. Очень-очень опасная сейчас позиция у этого парня. Ну и собственно по нему уже потихоньку находят информацию с воды. Это в рай. Пошла перестрелка. И немного недострелил НБК все-таки своего оппонента. И это восьмой раунд за воркзонами. Ну как я и говорил еще перед началом карты Буря в пустыне. Что по-любому литерейт должны забирать первый. Ведь на второй карте, а именно на НП, которая сейчас у нас проходит в воркзоне, чувствует себя крайне уверенно. Что является подтверждением моих слов. А это именно счет на табло. Восемь-шесть. И буквально два раунда до победы остается парням. А с воркзонами нужно лишь грамотно расставить свои силы и приоритеты в диффенсе против литерейтов сейчас. Ну видимо какой-то выход под бет умеет, ребята, из литерейтов. Но вот НБК уже получает порту свинца. 17 хп у него остается. И это, конечно же, печальная новость для литерейтов. Ну там лапа уже. Яна выходит железо. Так. Начекал лап своего оппонента. Бауэр также обладает информацией. И хороший хаеш к системе. Кстати, подвиги взлетают. 57 хп. Бластер также увольняет вейка. И похоже здесь все-таки без борьбы обойдется. Но нет, лапа пока борется. Это ситуация 4 в 3. Но НБК, 17 хп. Что ты сделаешь с 17 хп, если честно, я не предполагаю. Но можно попробовать забрать Дерского. Если тот выглянет на мидл у нас. Но где гарантия того, что НБК не сольет эту очную перестрелку. Ну и вот. Врайт забирает лапу. Есть информация по НБК. По системам также теперь имеется инфа. Ну и имеют теперь весь спектр инфы. У нас коллектив воркзон. И лишь грамотно нужно расставить приоритеты. Здесь уже в таком подавляющем большинстве. Ну и поставится последний систем. У него 15 хп. Я думаю здесь его просто уже не отпустят. Ну нет. Стоит один минус он делает. Два минуса. Ой-ой-ой. Ну и Врайт здесь все-таки спасает положение. Но на всякий случай там клатч был в спине уже. Поэтому я думаю так или иначе Трамбо упал в копилку. Команд воркзон. Это 3 матчпоинта. 9-6. Ну что ж. Поднабрягутся ли у нас литерейты и доведут до допов. Или же все-таки отдадут эту карту в копилку своих оппонентов. И мы перейдем уже на третью. Вейк получает пачку и выбывает из боя. Ну будем надеяться, что он к нам вернется. Систам откид ХАЕ. Забирай Дерского. Есть размен. Она отврает на того же лапу. Ну что ж. Систам. Неплохая работа через миддл. Похранил бластера. Также агрессивно отыгрывает против клатча в офисе. Но здесь подтягивается в Райт. Моментальная халпа. Минус Систам. Наланник как дома отключает клатча из этого раунда. НБК очень агрессивно сейчас отыграл против Райта. Заставил его стянуться на шахматы. А тем временем Наланник как дома сбрасывает уже информацию. То, что я под альфой. Все чисто давай заходи. Но очень долгая перетяжка была. В Райт уже стянулся на КТ-спаун. И здесь же находится Бауэр. Перестрелочка. Но против УАШа Крадоуму очень сложно поспорить. Неужели не было никакой информации у НБК сейчас по Бауэру? Ну и его отключает. Собственно, 10 раунд залетает за коллективом в Оркзон. И, собственно, первая карта к ним в копилку. Итого 1-1 по картам. И кто же у нас победитель? Сейчас Крадоум.